Уважаемые товарищи, прежде чем перейти к обсуждению непосредственных вопросов внешней политики, хотелось бы обозначить некоторую позицию по одному из актуальных вопросов. Я, как обычно, вы знаете, утром получаю огромный массив информации. На злобу дня, я просто хочу вам прецитировать, кому надо, тот поймет. Вот их высказывание на злобу. «Поведение силовиков» – это часть ситаты – «показывает рост страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа». Вот один из свершенников пишет. Второй вторит ему, не пойму, зачем это глумление над портретами погибших. Над цветами в их память. Зачем это сатанинское попрание лампад и иконок. Борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог. В чем смысл? Очень актуально, поэтому я хотел бы просто ответить, в чем смысл. Вчера на совещании с членами правительства и руководством нашего парламента я обращал ваше внимание на раскрытие того замысла, которое у нас осуществляли протестуны, но ясно, что это не их замыслы, это замыслы оттуда, с Польши, Литвы и Америки, а может быть еще и с других. Они, эти интриги, передаются через наших беглых, не буду тоже называть их фамилии. Я говорил о их замыслах. Помните, еще раз повторю, 9 числа не успели закрыться участки Блицкриг. Блицкриг не удается. Я уже говорил, что предложили пересчитать голоса, когда мы сказали, что готовы, давайте будем пересчитывать неактуально, параллельно их действиям. Их действия. Вот я буквально по пунктам переписал, что было, но это все знают. Мирные акции, мирные марши начались. И когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование – добровольная сдача власти. То есть сдача страны. И их действия практически, в основном в Минске, жесткая радикализация, призыв к забастовкам, призыв немедленно забирать вклады в банках. И самое важное, к чему я подвожу – уход в дворовые территории. Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, в Литве, в Украине, в этих центрах. Что дальше делать? Ведь может затухнуть вообще, а надо же продержаться хотя бы до теплых дней, как будто в теплые дни их поднимут. Они, не получив улицу, как у них говорят, пошли во дворы. Завтра они придут в вашей квартире. Во дворах у них тоже ничего не получится. Но что настораживает из этой информации? Зачем идти во двор? Второе. Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбища? Первое. Кладбище и мемориалы – это психологическое воздействие на население. Человек, проходя мимо кладбища, в чудесном, прекрасном Минске, какое у него будет психологическое настроение еще на фоне паники от пандемии? Это психологическое воздействие. Но что самое опасное? Начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как результат, то, что произошло на одной из площадок спортивных. Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище. Все это видели, и они постились постоянно, показывая это все. К чему это привело? Вы видите. Основная цель, чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация, чтобы это превратить в место начала гражданской войны. Это главная цель. Если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Сто лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы. И сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот санитарный кордон. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу. Вот в чем смысл? А сейчас, Игорь Петрович, самое главное, возьмите с генеральным прокурором фамилии этих деятелей известных и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы там, где они должны быть, на кладбище, чтобы люди видели, что мы не варвары. Они же это наверняка знают, но им не надо то, как диктатор к этому относился. И те, кто исполнял, рабы, они их рабами назвали. Им это не надо. Им надо показать, что это варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду. Сказал неправду, отвечай. Еще раз повторяю. Минск-флагбище превращать нельзя. Таково мнение 99,9-х минчан. Поэтому мемориалов, о которых они постоянно заявляют, как будущего гражданской войны, в Минске тоже не будет. И вытекающее отсюда. Я, Наталья Ивановна, вчера поручил мэру Минска и вам, как ответственный за город Минск, уполномоченный президента, разработать в горисполкоме соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства, чтобы не дать вот этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске. И я попрошу премьер-министра и главу администрации президента, соориентируйте все регионы страны, чтобы поступили подобным образом. Мы входим в зиму. Зима будет непростой. Неизраиль здесь бегал по полям и призывал всех, что нам надо достаточно заготовить продовольствие. Вчера мне доложили стаб-фонды, стабилизационные фонды на всю страну по всем продуктам. Питание заготовлено в достаточном количестве, даже в избытке. И совместно с органами правопорядка наведете порядок и поддерживаете его в обществе. Чтобы не было вот этого противостояния дальше. Одни цепляют, другие срывают, потом мордобой, потом смерть. Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать. И самое главное – дисциплина. И еще раз дисциплина. Я вчера об этом говорил. Справимся с этими вопросами. К нам никто не будет иметь претензий. А то, что нас подавляющее большинство, и то, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы. Этого быть не должно. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, превращается в фатальную болезнь.